В центре внимания на сегодняшней азиатской торговой сессии оказался австралийский доллар после публикации данных о занятости в Австралии. Рынок труда в стране в октябре демонстрирует неоднозначную ситуацию, указав на самый вялый рост занятости за последние 10 месяцев. Согласно официальным данным, количество трудоустроенных выросло в прошлом месяце на 3700 человек, в то время как ожидался прирост на 17,5 тысяч. Однако безработица в прошлом месяце в Австралии сократилась с 5,5% до 5,4%. Снижение уровня безработицы произошло за счет уменьшения доли экономически активного населения. Такие данные стали причиной сдержанности покупателей австралийского доллара. График пары AUD и USD так и не смог пробить уровень сопротивления на 0,7600. И на премаркете европейских торгов австралийский доллар в паре с господствующей мировой валютой близок к уровню 0,7580. Как и предполагали аналитики, американская национальная валюта восстанавливает потери после публикации данных по инфляции и розничным продажам. Рост потребительских цен только усилил ожидание повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании. Указав на готовность экономики страны к изменениям в монетарной политике. Стоит обратить внимание и на движение пары USDJPY, которая уже вырвалась в зону выше уровня 113.00. Валютные стратеги предполагают, что раз господствующие мировой валюты усилятся в случае, если отчет о производственной активности, представленный во второй половине торгового дня Федерального резервного банка Филадельфия, засвидетельствует уверенный подъем. Вы смотрели новости на канале Инстафорекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина. Мы желаем вам прибыльных торгов вместе с Инстафорекс.